Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни. В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? Итак, к чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря. В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой. В крайнем случае все интересующие вопросы мы можем обсуждать на площадках организаций объединенных наций, других международных организаций, Нью-Йорке, Женеве или Вене. Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность. В ряде государств мы имеем хорошо работающие товаропроводящие сети. Есть ли необходимость дублировать их своими торговыми представителями в посольствах, которые у нас имеются? Может эффективнее эти штатные единицы перебросить туда, где они действительно будут востребованы для решения актуальных задач? Повторю свое главное условие. Открывать новое учреждение за рубежом только за счет грамотного перераспределения имеющихся ресурсов. Не должно быть никакого раздувания штатов. Продолжение следует...